Самый запоминающийся это был гараж, наверное, мы ездили, там была угроза жизни спасателей, были баллоны газовые, кислородные, вот, выносили их с риском, ну, это самый запоминающийся был выезд. Подвалы, да, вот, люди без места жительства, самое сложное, наверное, там один ход, один выход, и все закрыто, и надо быть очень аккуратным. Горит квартира, поехали туда, там два детей, трое взрослых, их на лестнице снимали, мы первые приехали в квартиру туда, ну, детская шалость, три с половиной тонны воды на седьмой этаж. И таких случаев, когда люди по чистой случайности, по неосторожности или ввиду беспечности оказываются в опасности, к сожалению, не единичны. Исход чрезвычайной ситуации зависит от профессионалов, спасателей, пожарных. И хотя истории с практики отнюдь не веселые, огнеборцы, вспоминая боевые выезды, находят положительные моменты. Главное, это то, что они смогли вовремя прийти на помощь. В свой профессиональный праздник МЧСовцы пожарные и аварийно-спасательные части, номер один города Бреста, несут службу. Что приготовит новый день, окажется ли смена насыщенной или пройдет спокойно, неизвестно. Однако, как и полагается профессионалам, работники службы дня и ночи всегда на чеку. Все смены, могут быть смены спокойные, что все проходит в штатном режиме, все спокойно, нет никаких таких ЧП. Бывает, что приехал с пожара, не успел еще боевку снять, опять уже аж на трое пожар. Старшие работы в структуре отличаются. Опыт старшие товарищи передают младшим коллегам. На службе МЧСовцы одна большая семья. Сплощенности командный дух характеризует коллектив работников данного подразделения. Дисциплина и четкое следование распорядку дня. Вместе с физической подготовкой они постоянно совершенствуют и теоретические знания. Профессия обязывает быть подкованными в разных вопросах. Дежурная служба МЧС, чем вам помочь? Улица? Краснознаменная. Секундная готовность, отработанная и доведенная до автоматизма действия в деле спасения людей и ликвидации чрезвычайной ситуации, важна каждая минута. В профессии, которую легко не назовешь, они нашли себя. Сильные, выносливые, ответственные и любящие свое дело. Пример этих МЧСовцев еще раз доказывает, в службе спасения случайных людей нет. Они каждый день следят за обстановкой в городе, контролируют ситуацию и устраняют опасность, представляющую угрозу для населения. Будто борьба со стихией, аварии или пожары, о сложностях тут не принято говорить. С каждым годом условия деятельности спасателей Брещена улучшаются, строятся новые здания, производится реконструкция существующих. Пополняются современной техникой и оборудованием подразделения Брестского гарнизона. Все это отражается на эффективности работы структуры. Однако успех дела – это в первую очередь, конечно же, люди. Есть и новая техника, современная техника, но ей управляют люди. Если человек грамотный, профессиональный, то, естественно, будет и отдача от этой техники максимальная. Но я скажу, что в городском отделе у нас все профессионалы. И те события, которые были в 2015 году, где мы участвовали в учениях и в боевой работе, показали, что мы профессионалы. И личному составу Брестского гарнизона пожелать в первую очередь здоровья, успехов не только в труде, не только в жизни караула, но, конечно же, в семье. Итоги прошедшего года говорят сами за себя. Спасатели отлично проявили себя в профессиональной деятельности. Однако успехи для них – это лишь награда за труд, результат ежедневной тяжелой работы. Профессиональный праздник огнеборцев Брещина поздравил и поблагодарил за профессионализм и выдержку заслуженный спасатель Республики Беларусь Константин Шершунович. Я сегодня смело говорю, что готовность личного состава всех подразделений службы МЧС Брестской области очень высока. И радует то, что этот процесс постоянно совершенствуется и укрепляется. Да, мы получаем новую технику, получаем новое оборудование. Но главное – надо научить или развить такую позицию, чтобы каждый пожарный спасатель стремился профессионально овладеть этой техникой и оборудованием и работать с ним, так скажем, закрытыми глазами. Прежде всего хочу высказать слова благодарности всему личному составу, командному составу, конечно же, нашим замечательным и уважаемым ветеранам за хорошую работу и пожелать прежде всего крепкого здоровья, выдержки, надежды и благополучия.